А если говорить о детях, вопрос там, можно ли заниматься детям, не вредно ли это, когда и так далее. Я бы сказала так, что заниматься, ну, фридайвингом можно называть все, что угодно в плане детей, начиная от брудничкового плавания, да, тоже фридайвинг, мы там подныриваем, да. Но все-таки я считаю, что для малышей это все игра, дети очень любят играть, очень любят нырять, вот, это все естественно, но именно обучение, это уже начиная с какого-то младшего школьного возраста, когда детки уже все-таки имеют опыт общения с учителем, понимают, что от них требуют, да, и могут как-то более-менее адекватно это выполнять, да, ну, это примерно где-то 7 лет. Но и в этом возрасте, и в подростковом возрасте, да, и вот вплоть до почти совершеннолетия очень важный момент, который нужно понимать, что мы не знаем пока, как гипоксия действует на детский развивающийся мозг. Поэтому ни один здравомыслящий, грамотный детский инструктор по фридайвингу не будет давать детям никаких серьезных гипоксических нагрузок. Надо понимать, что когда мы говорим о детском фридайвинге, речь идет в первую очередь о том, чтобы ребенок научился хорошо плавать, это постановка техники движений, да. Но здесь в большей степени, чем в традиционном плавании, это идет через удовольствие, через игру, да, то есть дети все любят нырять. Вот фридайвинг это, вот скажем так, оптимальный, с моей точки зрения, формат для оздоровления ребенка и для того, чтобы он полюбил воду, потому что, к сожалению, часто дети, которых очень сильно прессуют на тренировках, по плаванию, воду потом не любят. Вот фридайвинг, он как раз таки развивает в детях любовь к воде, и потом они уже могут дальше развиваться, вырастать и заниматься уже взрослым фридайвингом.